Дорогие друзья, Дом культуры на 49-м канале продолжает, как раньше говорили, свою работу. Автор и ведущий Виктор Буланкин. У нас сегодня в гостях солистка Новосибирского театра оперы и балета Ирина Новикова, лауреат международных и отечественных конкурсов. Вокалист, вы поймете? Да, пою. Вы поймете. Прекрасно. Помните, как в одном из фильмов говорили, вы танцуете, а я пою. В данном случае вы поете. Это очень приятно. Ирина, я видел последнюю премьеру «Нон-Джуант» на камерной сцене оперного театра. И, конечно, впечатление потрясающее. Небольшая сцена, практически нет глубины, все на носу у зрителя. Вот расскажите, как артисту с опытом громадной глубины сцены, большой, вдруг переходить на маленькую сцену, да еще и с зала приходится выходить. Такой принцип открытого театра, где так немножко все необычно для зрителя, наверное. Вот как ощущает себя артист? Ну, вообще мы все ощущаем себя прекрасно, потому что для нас, прежде всего, это как-то проявить себя в этой музыке, построить свою роль, все продумать. И лично для себя могу сказать, что для меня малый зал немногим отличается от большой сцены, хоть большая сцена у нас действительно огромна по своим размерам, и зал большой, он тоже просто невероятно огромен. Но здесь очень приятно, что мы ближе к зрителю, ближе. Иной раз на камерной сцене что-то поешь, можно увидеть даже несколько рядов, можно увидеть оценку зрителя. Да, мимику даже в зрителе, да. Мимику, да. Есть моменты, когда, например, что-то юморное делаешь, и кто-то в зале сидит, ухахатывается. Очень-очень интересно это все. Сразу заряжаешься этой эмоцией. В большом зале с этим немножко сложнее. В большой зал, ну, наверное, только уже в конце при поклонах можно понять, как тебя принимают, потому что не видно, не видно. Мы там достаточно далеко находимся. Но в этом тоже есть свои плюсы. Вот. Где-то может быть посыл звука, немножко может быть мягче, другой. Потому что все-таки у нас в малом зале немногим больше 300 мест. И здесь, ну, чуть-чуть другая подача, чуть-чуть другая расстановка. Но отдача наша актерская и вокальная, конечно, она 100% всегда. На очень высоком уровне. Всегда, всегда. Но это чувствуется, потому что зритель, на мой взгляд, приходит в театр ради эмоций. И вот здесь эта эмоция с обратной связью, вот это вот объединение. Звучит музыка, она льется необычно из колосников практически, с балкона, да. Это очень интересно. Большая сцена, конечно, вас радует. Вас радует как актрису. Что испытывает актриса при назначении? Ну вот, приказ, премьера. Какая роль? Ожидание. Или вы заранее знаете, с вами обсуждает художественный или музыкальный руководитель. И вы знаете примерно, что для вашего репертуара, для сопрано. Ну, сопрано как тесситура, да? Как возможности. Да, это тембр голоса, ограничение тесситуры. В основном это как бы тембр и соответствие ролям, партиям. Ну, здесь достаточно жёстко или бывают нюансы, когда нужно что-то заменить? Или вдруг вот, срочный вдруг? Бывает по-разному. Бывает, что мы срочно где-то кого-то можем подменять. Но в основном, вот вы правильно сказали, что есть определение, голос сопрано. Поэтому, например, я не смогу выйти в партии, иметься сопрано. Это просто невозможно, мой голос это не потянет. Что касается сопрано-репертуара, ну, бывает так, что в одном и том же спектакле ты поёшь сначала одну партию, а в следующий спектакль ты выходишь, поёшь уже другую, но тоже соответствующую твоему тембру голоса. Поэтому бывает у нас очень по-разному театр, это организм очень живой. Ну, да. И самое главное, что он у очень такого жёсткого репертуара, потому что это же репертуарный театр. Вы, допустим, не можете, как гостевой солист или гостевая солистка, в данном случае, будет более корректно, наверное, приехать, и вот эмоция, вот сыграю и выберу репертуар, а здесь всё заранее планируется, да? И болеть уже не приходится, да? Ну, всякое бывает, мы бывает и болеем, конечно. Нет, на самом деле вы правы, вы правы. Здесь тоже может быть немножко, я бы даже, знаете, внесла такой момент. Бывает, что, безусловно, гостевые солисты, те, которые приезжают, они с полной тоже отдачей отдаются. У них бывает такое, что они вот прислушиваются к театру, присматриваются. Особенно, если кто-то не знает, например, нашу сцену, да, подходят. Ой, а как вот у вас вот это? В какой части где? А где у вас точка звуковая? А где где-то что-то? Мы, зная наш театр, мы продумываем, естественно, уже всё просто до мелочей. Сцена и так далее, да? Я здесь пойду, там лесенка вот неудобная, а здесь там что-то ещё, а здесь вот это, а здесь вот то. И, соответственно, ну, как бы всегда работаем максимально. Ну, да, и всегда это креативно достаточно и всегда с нюансами. Хорошо. Часто очень вокалисты поют, значит, отсутствуют наставники, голос уже сложился, репертуар существует. И вдруг возникает предложение, не хотели бы вы передать свой опыт, не хотели бы вы попреподавать. Вот как судьба сложилась, Ирина, у вас в этом плане? Ну, у меня судьба сложилась, я уже давно в преподавании, очень давно. Я как бы не с 2009 года попала в преподавание вообще, вот, но это сначала была музыкальная школа, я вокал преподавала. Вот, дальше уже сложилось посерьёзнее. Меня пригласили в наш музыкальный колледж имени Мурова и в консерваторию уже тоже спустя несколько лет. И вот я уже педагог, у меня есть мои студенты, мой небольшой класс, вот, совершенно потрясающие ребята, молодцы. Надеюсь, что у них всё будет впереди прекрасно, что у них тоже всё сложится и что они тоже будут потом когда-то сначала петь, а потом уже потом когда-то преподавать. Прекрасно. Вот. То есть передача эстафеты будет. Как вы отмечаете для себя молодёжь? Насколько молодёжь сегодня тянется в творчество? Может быть, она ограничивается сегодня? Караоке, знаете, там вот, что-то такое более современное, возможно, попса, условно говоря. Приходит ли молодёжь в классические формы? Приходит очень много. И очень многие хотят. Я бы сказала, здесь даже, как сказать, спроса больше, чем предложение, если я сейчас верна в свои формулировки. Потому что очень многие хотели бы, но есть те, кто хотят, но не тянут. Вот, даже есть такое. То есть вообще классическое искусство, оно очень востребовано. И, ну, наверное, это очень сильно греет душу и сердце, потому что это прекрасно. Прекрасно. И есть те, кто могут дальше нести также вот нашу эстафету с высоко поднятой головой. Прекрасно. В вашей творческой биографии очень много гастролей. И не только по России, но и за рубежом. Гастроли, что это всегда? Это такая ошибка? Или это драйв? Потому что новая аудитория? И так далее. Вот что испытывает актриса, которая в репертуаре обнаружила гастрольный тур? Куда? Какая аудитория? Вот что происходит в это время? Ну, это какой-то творческий душевный подъем, безусловно. Потому что это новые места, это новые сцены, действительно новая публика. Ты не знаешь. Бывает, вот особенно, когда другая страна, да, ты не знаешь, как тебя будут принимать. Потому что, ну, это просто как бы мы вот знаем нашего зрителя. Знаем, на что среагирует наш зритель. Что мы можем преподнести такого, чтобы зритель наш воодушевился, вышел из зала, не знаю, там, на седьмом небе от счастья. А там мы не знаем. Мы не знаем менталитета, мы не знаем того сего. Вот начинаешь там искать, кого-то спрашивать. А скажите, а вот вы там были, а вот что там, а как там? Да. Вот. Но вообще, в целом, где бы я на данный момент не была, всегда принимают очень тепло, потому что в любом случае музыка сама за себя говорит. Да. И когда ты, соответственно, отдаешься полностью и стараешься, не знаю, сделать что-ли, свою роль на сцене максимально хорошо, максимально правильно с точки зрения постановки, с точки зрения композитора, да, что он написал, что он хотел, что просил. Ну, публика всегда реагирует на ура. У нас всегда были просто, ну, бешеные овации. А здесь есть какая-то особенность восприятия вот зрительской аудитории? Здесь в России и за рубежом. Вот вы говорите сейчас об эмоции. Там ведь существует язык. Ну, представьте, в Италии вы поёте на языке оригинала, или в Германии, допустим. Вот есть вот это маленькое фоновое, знаете, второго плана всё-таки язык там и так, да? Есть, конечно. Есть, обязательно есть, потому что если ты говоришь на языке, если ты сам немножечко хотя бы знаком с языком, пусть не очень глубоко, то всё равно уже какие-то речевые обороты, они в музыке приобретают другой оттенок. Если ты просто знаешь, о чём ты поёшь, но не говоришь, соответственно, будет, ну, как бы, ну, да, человек знает, но уже как бы нет такой вот угорачивания дистанции, что ли, как-то. Ну, да, созрительно, да. Сразу видно. И потом это же характеризуется ещё и в отношениях с партнёром на сцене, когда ты понимаешь, что на языке, допустим, оригинала, нерусском, ты обращаешься, есть какая-то динамика, особенно если ты поёшь с носителем языка. Такое ведь тоже было в вашей биографии, да? Да, 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 было. И как раз, да, то есть вот та самая реакция незамедлительная на слова партнёра, то есть он-то как бы носитель, а ты-то вроде бы нет, но если ты разговариваешь, и вот это ловишь, и получается та самая вот линия взаимодействия очень тонкая, которая имеет достаточно серьёзное глубокое развитие в опере. Очень интересно. Скажите, зритель нашей телевизионной программы «Дом культуры» интересуется, какова стадийность? Вот сколько примерно требуется времени от выбора репертуара? Вот мы решили в театре, в портфеле театральном, вот такой-то спектакль. Сколько времени от момента, ну, в среднем, да, по-разному бывает, сколько требуется выучить партии солистов, возможно, там хоровые какие-то большие, значит, программы в спектакле, до вот премьеры, когда вот публика увидит очередной спектакль, сколько по времени длится процесс подготовки? Ну, несколько месяцев, несколько месяцев. Конечно, это немножко варьируется, иногда, ну, трудно сказать, но иногда бывает месяца примерно 4, наверное, 3, вот, плюс-минус. Скорее даже плюс, чем минус, то, что всё-таки нужно выучить партию. И процесс этот, даже если говоришь на языке, всё равно есть момент у вокалистов, у всех, у певцов, он называется момент впевания. Вот насколько ты впел, насколько вот, ну, скажем, до автоматизма доведено. Чтобы всё было органично и так далее. И это всё в классе, это всё под аккомпаниатора? Это всё в классе, это всё под концертмейстера, да. Ну, соответственно, если у вокалиста есть педагог, который может ему помочь, ну, тем паче, плюс. Я хочу мостик сделать, но вот ваш педагогический опыт, он помогает вам в текущем репертуаре, в новых ролях? То есть вы как бы понимаете, из каких нюансов, будучи уже педагогом, состоит вот эта вот стадийность, да, создание образа, да? Конечно, конечно. Не просто помогает, это моя основа. Я так думаю, что ваши студенты, которые наверняка приходят на спектакль, тоже, наверное, это влияет, наверное, на создание образа. Пойдите, посмотрите, вот чем Ирина Новикова сегодня гордится, как строится её профессиональная деятельность. Я думаю, что и, наверное, студентов это тоже стимулирует, вот эта вот такая эстафетность. Конечно, они приходят, они приходят, слушают, они, у меня даже больше скажу, мы работаем в колледже Мурова с концертмейстером, совершенно замечательная девочка у меня, пианистка, вот, и у неё вчера, мы играли богему на сцене в театре, а у неё вчера был концерт, она отыграла концерт и стремглав прилетела в театр, успела на второе действие. И даже здесь я могу сказать, что и концертмейстеры спешат, стремятся, потому что очень интересно, тем более, когда люди знают музыку, да, где-то сами играли, скажем, у кого-то она в руках. Очень интересно вживую увидеть, как это делают певцы, как это делает оркестр, как показывает дирижёр, то есть вся вот эта вот, все детали, это всё очень важно. Все элементы. Смотрите, в прошлом театральном процессе вокальный артист имелся передать динамику музыки, написанную автором, композитором. Сегодня, мне кажется, есть некая тенденция развития драматургии, даже в музыкальном спектакле, в оперном спектакле действуют живые люди, да, и я, почему мы заговорили о малой сцене, о камерной сцене, где всё очень близко, да, и я понимаю, что сегодня артист-вокалист работает на драматургии не меньше, чем драматический артист. Насколько вот верна позиция? Абсолютно, 100%, наверное, потому что если мы не продумаем развитие нашего образа, линия не простроится, ничего не получится, то есть будет, я уж не говорю о точке золотого сечения, да, не хочется умничать, но просто если образ не продумать, от чего к чему мы идём и как мы на это сами живо реагируем, мы же, как, у нас есть клавир. В клавире композитор уже всё написал, не просто ноты и слова, он написал, где-то акценты поставил, он поставил штрихи, то есть если мы более отрывисто где-то будем петь, это уже будет какой-то образ, да, более элегантный, это другой образ, он поставил даже в скобочках эмоции, здесь она, не знаю, там с гневом поёт, здесь она злится, а здесь она с нежностью, это всё прописано, и вот это всё прописное нужно сделать живым, поэтому, конечно, мы всё продумываем от и до, а здесь я сделаю так, а здесь я поведу себя так, и так далее. Очень интересно. Благодарю вас, Ирина, за беседу, это правило золотого сечения солистки Новосибирского театра Овер и балета Ирины Новиковой. Ирина, ну, чрезвычайно интересно то, о чём вы рассказываете о музыкальном театре нашего города, и очень хочется вас видеть вновь с вашими новыми премьерами, надеемся на очередную встречу. Большое спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Дорогие друзья, наша программа «Дом культуры» заканчивается, мы очень рады тому, что были с вами вместе. «Дом культуры» на 49-м канале всегда вас ждёт. Автор и ведущий Виктор Буланкин.